Гуманизация системы исполнения наказаний Магазин за продуктами привычное ежедневное занятие Такой режим позволяет осужденным сохранять все полезные социальные связи А влияние криминогенной среды практически отсутствует Совершенно другие условия, вы сами все могли наблюдать Все чисто, уютно, комфортно И после съемки никто отсюда холодильники и стиральная машина не вынесет Это все как есть, все новое у нас здесь находится Условия очень хорошие В город вы ходите? Да Согласно графику, если это не мешает трудовому процессу Пожалуйста, пишешь заявление и выходишь на улицу Проблем нет Ну как часто? Да хоть каждый день В выходной, пожалуйста, с утра написал и до вечера Это партнерский проект государства и бизнеса Год назад президент страны инициировал внедрение принудительных работ В качестве альтернативы привычному способу отбывания наказания В Сарапуле, к примеру, коммерсанты за свой счет отремонтировали соседние с производством здания Закупили необходимую бытовую технику, наладили все системы жизнеобеспечения Сотрудники УФСИН со своей стороны обеспечивают дисциплинарный режим на объекте Самое главное условие при запуске такого рода исправцентров Это организация рабочих мест В Сарапуле предприниматели испытывали дефицит в рабочей силе И нуждались в постоянных работниках В итоге нашли выход через трудоустройство заключенных Опыт сотрудничества с УФСИН по Удмуртии показал, что осужденные Которых перевели на облегченный режим Дисциплинированные и экономически более эффективны Первые работники из числа осужденных появились на производстве полгода назад Мы выявили на данном этапе тот факт, что сотрудники, которые являются спецконтингентом Они работают лучше, чем наши обычные рядовые сотрудники За счет этого и за счет, так скажем, повышения количества рабочей силы Мы действительно смогли поднять наши показатели Стали работать более продуктивно и успешно Все помещения оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного проживания осужденных На данный момент у нас присутствует здесь в справедливом центре 75 человек Все эти 75 человек трудоустроены Все они работают на основании трудового законодательства В среднем на принудительных работах заключенные получают 23 600 рублей в месяц Из этой суммы в доход государства работодатель перечисляет от 5 до 20% Также незначительная сумма от зарплаты удерживается в счет коммунальных расходов Питанием каждый работник обеспечивает себя самостоятельно При грамотном подходе можно скопить денежный запас Самое важное – соблюдать все режимные требования И ни в коем случае не употреблять алкоголь и наркотические средства Иначе гарантирован возврат обратно в колонию Единицы, но такие тоже бывают, которые нарушают распространение дня И которым применяются соответствующие меры взыскания После чего мы их направляем обратно в места лишения свободы В зависимости от нарушений Есть категория нарушений, которых необходимо в течение года совершить 3 и более А есть категория злостных нарушений, которых одного достаточно Допустим, то же самое употребление алкогольной продукции За которое применяется мера взыскания Водоверяется помещение для нарушителей И направляются материалы в суд для решения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы Поэтому в большинстве своем заключенные дорожат режимом принудительных работ Недавно собственник здания сделал капремонт еще одного этажа и теперь здесь могут одновременно проживать до 150 человек. Попасть в исправительный центр мечтают многие, кто отбывает срок в колониях и тюрьмах. Начальник УФСИН по Удмуртии Вячеслав Третьяков подтверждает, что на 90 новых мест в Сарапульском исправительном центре претендует заметно больше человек. Приходят две категории. Одна категория из мест лишения свободы, которая по статье 80 уголовного кодекса заменена отбывание наказания на более мягкий вид режима, то есть переведен на принудительные работы. Это осужденные, так сказать, нами уже изучены. Мы ходатайствуем перед судом об изменении наказания на более мягкое. И таких людей более 600. Кто совершил преступление небольшой и средней тяжести, либо тяжкие, но впервые, они могут судом подпадать под принудительные работы. То есть таких людей на данный момент сейчас статистики нет, но я думаю это в районе тысячи человек. По поручению президента в каждом регионе страны в уходящем году должно появиться не менее 400 мест для отбывания наказания на принудительных работах. В 2023 году их количество должно увеличиться еще на 300 рабочих мест. В Удмуртии этот рост обеспечат коммерческие предприятия в Ижевске и Водкинском районе, с которыми уже созданы договоренности на организацию исправительных центров на их производственной базе. Редактор субтитров А.Семкин